МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Государство, где переплетаются эпохи древней цивилизации. Земля, которая стала колыбелью многих религий, а главный город по праву считается одной из самых древних столиц мира. Это Сирия, страна, которая вот уже пятый год подвергается открытой агрессии со стороны самого злого и страшного противника в человеческом облике. Но по своим деяниям, ничего не имеющего общего с человеческими ценностями. Это терроризм. Когда началась вот так называемая арабская весна, у нас уже было в Сирии 9 тысяч боевиков со своей оружием. То есть это была заранее запланированная акция с целью разрушить нашу страну, с целью разрушить культуру вот этой страны. Очередной раз посетив Сирию, скажу откровенно, сразу бросается в глаза – здесь война не прекращается. Ее следы видны повсюду. Дабы не быть многословным, мы решили проехать из Дамаска в Латакию на Средиземноморское побережье к сирийско-турецкой границе, где и по сей день идут бои с боевиками ИГИЛ. Благодаря друзьям, которые сопровождали нас на протяжении недели, нам удалось побывать во многих местах и повстречаться с теми, кто не понаслышке знает, что такое горе, страх, зло, смерть и потеря близких людей. Едем по окраине Дамаска. Эти места пока еще находятся под контролем террористов, поэтому они небезопасны. Эта магистраль ведет от Дамаска на побережье. Буквально в 15 километрах от столицы Сирии расположен вот этот небольшой город Адра. Что же здесь произошло? Вот оттуда уже находятся террористы. Убили около 120 семей. Их резали, их сжигали, вот именно вот в пекарне, там большой котел, и они туда сжигали людей и даже сделали елку с головы вот этих людей. В новогоднюю ночь террористы, захватив город, в центре на елке развесили головы убиенных, да, военных в основном. Нет, нет, рабочие, рабочие. Простых людей? Простых, рабочих. Но это и ГИЛовцы были? И ГИЛ, и Жабетан-Нусра. Едем дальше. Следы войны видны повсюду. Как ни странно, дороги в хорошем состоянии, но машин на трассе не так много. Лишь грузовики с гуманитарным грузом. И, конечно же, военные. Проезжаем город Набек. И здесь террористы, впрочем, как и повсюду, оставили свой кровавый след. Первое, что они сделали, они зашли именно в больницу. Убили, зарезали всех врачей, все медсестры. И в том числе и больные. И хуже всего еще они взяли все оборудование, разрушили. По дороге замечаем большое скопление автомашин. Останавливаемся и пытаемся выяснить, в чем же здесь дело. Еще одно, что бросается в глаза, так это дефицит с топливом. Да, вот такие очереди можно увидеть и повстречать на многих магистралях. Чем дальше отъезжаешь от столицы, тем и очереди посолиднее. Лицо не покажу, лицо не покажу. Война продолжается, невзирая на то, что каждый из тех, кто сегодня носит военную форму, поистине настоящий герой. Но в глубине души, видать, есть страх. И в большей степени не за себя лично, а за близких. Сколько тебе лет? 50 лет. Юбилей справил здесь, на войне? Да. Семья большая? Айтакбири. Сколько детей у тебя? Камураданда. И Хамсаш. Пять детей. Пять детей. Один раненый, остальные воюют. Все воюют? Да. Ты веришь, что ты воюешь за свою страну, за ее будущее? Мы защищаем свою честь, свою страну, свое достоинство. Не обошлось и бесприятных сюрпризов. Уж больно гостеприимный народ проживает в Сирии. В чем мы убеждались повсюду. Обычно принято военных угощать там сладостями, печеньем, дарить им пачки, а то и блоки сигарет. А тут вот подходят люди, увидят сок. Мы размовляем на русской мове, хотя мы белорусы, и угощают нас. Баклавой. Баклава. Баклава. Ариса, Ариса. За то, чтобы у вас очень скоро сладкая жизнь была в вашей стране. Мира вам, мира. И чтобы все ваши дети вернулись домой, жили в мире и в согласии. Спасибо. Следующий пункт назначения – Латакия. Где нас ожидала встреча с мэром этого портового города, находящегося в 30 километрах от линии фронта, на сирийско-турецкой границе. Куда мы попадем позже. Сегодня Латакия не просто самый мирный город Сирии, но он также стал центром для многих беженцев, которые вынуждены были покинуть свои родные очаги, находящиеся под оккупацией боевиков исламского государства. Из всех регионов Сирии приезжают беженцы сюда, в Латакию. И она сейчас маленький экземпляр большой Сирии. Градоначальник не скрывал своего возмущения по поводу лояльного отношения многих государств к сирийской трагедии и террористам. Террористические акты произошли во Франции, Тунисе, Турции и других странах. И что мы видим? Весь мир осуждает террор. На улицы выходят демонстранты, и весь мир оказывает поддержку этим странам. А вот мы живем здесь, в Сирии, под этим террором 4,5 года, и ни разу не слышали, чтобы кто-то осудил террористов, воюющих против нашего народа. Так же непонятно, почему мировые СМИ лгут, говоря о том, что здесь идет война с оппозицией. Я хочу вам сказать, что ни в одной стране мира не бывает оппозиции, которая разрушает и взрывает дороги, мосты, заводы, больницы, школы. Это не оппозиция. Хуже всего то, что сегодня уничтожаются исторические ценности, которые принадлежат не только Сирии, а всему миру. Разве тех, кто это делает, можно назвать оппозицией? А то, что террористы повсюду в Сирии оставляют свой кровавый след, мы очередной раз убедились в этом, посетив так называемую 45-ю точку. Это высота, где и по сей день идут бои с исламистами и наемниками вдоль периметра сирийско-турецкой границы, возле города Идлиб. Мэр Латаки позволил нам попасть туда лишь в сопровождении военных. Уже по дороге, чем ближе к точке, то и дело бросались в глаза следы недавних боев. Мы находимся буквально в 15 километрах от сирийско-турецкой границы. Еще буквально на днях на этой территории были игиловцы. Повсюду, куда ни посмотришь, везде следы их владеяний. Вот вы видите, это сожженный лес. Уникальный лес, который был фактически истреблен. Частично вывезен за пределы Сирии, а то, что не смогли они вывезти, они просто взяли и сожгли. Тысяча гектаров леса уничтожено варварами. И где? В заповедной части, которая считалась уникальной. Она охранялась ЮНЕСКО. Представители ООН здесь осуществляли различные программы. А игиловцы большую часть вырубили и вывезли в Турцию. Что не успели, просто сожгли. А сколько уникальной породы скота тоже вывезли. Часть просто расстреляли. Только можно представить, какой здесь был неравный и очень тяжелый бой. Эта высота была игиловская. Они захватили телевышку. Говорят, что ценой немалых потерь, но удалось их отсюда вытеснить. Сегодня эта тишина только лишь как эхо, напоминание о том, что все-таки мир, хоть и хрупкий, но пришел и в эту небольшую деревушку. Скажи, много было здесь игиловцев? Бокро трех тысяч. Трех тысяч. А бой сколько длился? Дальше, что собрали в Бараке. Далли в токреме в шахре. Три месяца. Три месяца, да? Много здесь погибло? Где-то 70 солдат погибли. Погибли, да. А где ты, Ахмед, откуда, с какого региона, где проживаешь? Я из Хомаса. С Хомаса? Ой. С Хомаса приехал, с Хомаса защищал. Не устал воевать? Я не устал воевать? Нет, я не устал. Он ранен. А раненый еще? Еще долго будешь держать оружие? Как думаешь? Я буду защищаться до последнего, буду защищаться свою страну. А в твоей семье много воюют людей? Три брата. Три брата? Войдут в Дамасске. Ну, а мама как вас провожала на войну? Я говорю, что я вас провожала на войну. Иди защищай свою честь, свою родину, свою идею, диалог. Ну, удачи тебе, и чтоб скоро все это завершилось, и все братья вернулись к маме. Хорошо. А сейчас ты нас охраняешь, да? Нет, я буду защищаться. Хорошо. Хорошо. Блок посты, брошенные дома, затаившаяся тишина и напряженность. Она здесь повсюду, ведь мы приближаемся к передовой. Еще совсем недавно вот эта машина участвовала в бою. Террористам удалось ее подбить. Ну, трофей они не смогли не забрать. Сами сделали ноги, говоря на простом языке. А вот эта высота. Вот мы и на месте. Здесь же состоялась наша встреча с командиром части 45-й точки, офицером сирийской армии Али. Вы сейчас находитесь на передовой. Фактически здесь, вокруг нас, сосредоточены враги. Но они избрали партизанскую тактику. Последний раз интенсивный огонь велся позавчера. Мои бойцы из различных уголков Сирии, и я хочу сказать, что все они проявляют себя достойно, и я ими горжусь. А семья большая? Жена и одна дочь. А, дочь. Я жена, я не знаю. По российским меркам. По-славянски, да? Скромно, по-славянски. Папа был 15 детей с одной женой. А он не в папу пошел? Нет, он в войну. Не в папу пошел? В папу добыл корабль. Я понимаю, что мы на войне находимся, что все-таки командир есть командир. Но ребята все слушают наш разговор же, правильно? Ребята, вас не смущает, что ваш командир такой всего одного ребенка имеет? Скажите, он христианин. Вы сами кто? Алавит. Шиит, да? Шиит. Сунит. Вот, глядя им в глаза, я вижу одно. Я вижу в каждом из них огромное желание отстаивать. К сожалению, в 21 веке им приходится с оружием, но отстаивать интересы своей страны, своей родины. Чего? А? Местность горестая. Здесь открытый бой фактически не ведется. И они скрываются, и привыкли бить из-под тяжка. Но на что, как объяснил командир, они тоже готовы, и ребята уже тоже понюхали и нанюхались пороху. И поэтому всегда готовы, в любом случае, всегда отвратить агрессию со стороны тех, кто находится на ту сторону фронта. Постоянно они пытаются проникать, постоянно, все время. А ряды их растут. Обычно, когда они наступают, у них очень быстро поддержка к ним приходит. И они идут большими количествами. Как мы видим, бойцы, находящиеся на передовой, в очень хорошем настроении. Все-таки нельзя не заметить также их усталость и немножко озабоченность. Озабоченность, в первую очередь, которая связана с тем, что они понимают, в любой момент здесь может завязаться бой. Враг не дремлет, во-первых, и во-вторых, его с каждым днем становится все больше. Вот вышка, два холма, да? Один наш, один их. Вот это два холма. И вот здесь тоже идут, тоже. Вот эти вышки, вот самая передняя точка, это наши, а вот за ней уже идут перерывы. Еще совсем недавно здесь шли ожесточенные бои. Эта высота была захвачена игиловцами. На этой территории находились телевышка и сейсмическая станция. Теперь от них остались лишь руины. В прежнейшем торжестве напали, турки спустили ракеты по этим сооружениям. И пришлось уходить с этой точки. И после этого, значит, игиловцы взяли легко эту точку. Да, да. В результате той операции и точечного ракетного удара по этой точке погибло 43 солдат сирийской армии. Это абсолютно мирные были объекты. Телевизионная вышка. Вот она. Нежелательно, нежелательно. Ты уже под снайпером подраешь. Вот он, результат. Того обстрела, когда пострадали эти здания и телевизионная вышка. Ромиф Ахмуд из провинции Длиб. По образованию он юрист. Игиловцы захватили его деревню. О судьбе родных ничего не знает. Он показывает нам страшные фотографии. Кто-то из односельчан успел снять зверства боевиков. А вернее, жертв их варварских деяний в родной деревне. Это именно с его деревни. Поэтому он бросил свою работу юристом, адвокатом. И пришел сюда воевать, чтобы отвоевать свои деревни. Вот и решил молодой юрист пойти добровольцам на фронт. И мстить врагу за родных, за друзей, за соседей. За то горе, которое они принесли на родную землю сирийскую. Вот еще фотографии тоже, это всего деревни заключенных. Это в четвертом месяце в этом году. И никто не знает, что с ними, где они, как, куда их везли. Может, уже и казнили, может, их в живых уже нет. Никто не знает, что с ними произошло. Таких, как Роми, сегодня в Сирии тысячи, десятки тысяч. Вот почему эту армию поистине называют народной. Они воюют на своей земле самым страшным злом человечества. И мир это должен осознать. Вот кадры, отснятые боевиками и гиловцами. Они атакуют эту высоту. Вот здесь во время атак противника укрываются бойцы. Своими руками они соорудили для себя безопасное место. Так, как говорят, бывает здесь довольно часто очень жарко от ракетных и минометных атак бигиловцев. Изверги специально выкладывают видео в интернет, дабы показать хозяевам-заказчикам свою работу. Ведь им за это платят. Как говорит командир части, Благодаря подобному видео мы можем со стороны противника наблюдать свои позиции и находить слабые места. К сожалению, та атака унесла 16 жизней солдат и офицеров. Сегодня здесь уже все укреплено. Махмуд один из тех, кому посчастливилось выжить после ракетного удара боевиков. Ты тут находился, да? Он здесь находился, когда... Когда ракета попала сюда. И у него здесь осколки везде вот здесь. На теле, да? На теле, да? И видите, опять, опять остается на передовой и даже не думает о том, что по ранениям списаться и уехать отсюда с линии фронта к себе домой. Брян, который сейчас слетел, и вот он там попал. Сбили это с Катюшью одну. Собо? Собо. Катюша. Град? Град, да. Покидая эту высоту, мы желали всем этим ребятам мира и скорейшего возвращения домой, к своим родным очагам, где их ждут мамы, жены, дети. Увы, страшная война не обходится без жертв. В Сирии их уже свыше полумиллиона. Дамасске сегодня относительно спокойно, хотя не во всех районах. Люди постепенно переходят к мирной жизни. Вечером в центре многолюдно, но вот что бросается в глаза. В кафе и в ресторанах, коих в Дамаске сотни, очень мало мужчин. Да практически единиц. Погибших в стране, к сожалению, много. Тех, кто надел военную форму, находятся на передовой и несут службу значительно больше. До чего греха таить? Чуть ли не все мужское население страны. Разве можно победить этот народ? А как можно не замечать его боли и страдания? Признаюсь, конечно, одолевало чувство страха, когда мы посещали места боевых действий. Но поверьте, друзья, гораздо тяжелее было находиться в гостях в тех семьях, где матери, жены, сестры и дети потеряли своих самых близких и дорогих людей, жизни которых унесла она война. Али Мухаммед потерял двоих сыновей. Супругой и невесткой воспитывают внуков. Я потерял двоих сыновей, но Господь послал мне еще двоих, и я должен их вырастить. Это очень тяжело терять сыновей, но я горжусь ими, ведь они погибли за Родину. Мы не могли не заехать в еще один дом. Семья Хафиза Али Хасима многодетная. Из восьми сыновей трое погибли. Последний месяц назад. Поражает. Несмотря на горе, эти люди встретили нас тепло и радушно. Мы просто не могли не зайти, чтобы не поддержать вас. Я хочу вас поприветствовать и поблагодарить за визит. Таких семей в нашей стране, к сожалению, много, но мы не падаем духом, так как знаем, что наши дети погибли за святое дело, за нашу землю, за нашу страну, за ее будущее. Троих вы потеряли, да? Вот, трое все. Али Хафиза Асейен, Хадар Хафиза Асейен, Джафар Хафиза. Братья, да? И все тоже военными хотят быть? Кирилла Вадир Азейс? Кирилла Азейш. Серьезно? Вот так. Ты хочешь военным быть? Кирилла Азейс? Да. Точно? И ты? И ты тоже? Мира, мира им. Чтобы никогда не приходилось за оружие. К сожалению, таких семей в Сирии очень много. Будь наша воля, побывали бы в каждой и выразили бы слова соболезнований и поддержки. Два погибших, один пропавший в израсте и два воевая война. Откуда силы берутся? Слава Богу. Слава Богу. Вы, если еще улыбаетесь, развиваете жизнь. Жизнь продолжается. Самый главный это родина, да? Родина это самое главное. Мы все равно, все равно, все что-нибудь. Стана это первое место в сердце. А если не он, если он не пойдет, а если я не пойду, если он, если он, а кто защищает нас, да? Вы можете сказать? Я потеряла моего мужа, она тоже потеряла ее мужа. Он тоже потерял два, три сильные. Но все равно, жизнь продолжается, конечно. Сколько у вас внуков? Темхофейд, Антон. А может быть, 20. Нет, еще. А может быть, больше, 25-30. Ох ты! Уже с отчет узбили? У него 13 детей. Тринадцать детей? Да. Семь, шесть. Семь, шесть. Семь, шесть, семь. Семь, семь. Семь девушек. Я хочу, чтобы это ваше горе было последним в семье. Чтобы эти дети жили в мирной Сирии. Красивой Сирии. И чтобы они учились, учились и прославляли свою страну. А автоматы эти только видели, когда в армию пошли служить. Но не воевать. Конечно. Мы так тоже. Договорились? Да, пять слов. Патриотизм – это то чувство, с которым в Сирии живет каждый. Да, им трудно. Да, здесь идет война. Но они полны решимости жить и побеждать. Оплакивать своих героев и радоваться от общения с друзьями. Сирия жаждет мира. И он непременно придет на эту землю. Если остальной мир образумится. И научится не на словах, а на деле. Бороться со злом. Редактор субтитров А.Семкин